Садик, который с трех лет официально в принципе, когда ребенку за год до того, как он в сентябре упадет в садик, то в феврале есть одна неделя, куда во все садики и во всей Австрии одновременно идет запись. То есть только в феврале идет запись? Мутеркинд пасс, ты берешь свое средство рождения, нет, мутеркинд пасс, не знаю, нужен, нужен. Все это, потому что следует, там же прививки. Они не нужны. Тут вот как у нас в России всяких этих анализов до садика и так далее, так далее, по-моему, если, как у меня на памяти, то всего этого не было. Место дается по прописке и по средству рождения. Приходишь в садик, куда хочешь пойти с ребенком, в который, если там есть место, то тебе его просто-напросто дают. То есть в феврале записываешься, потом они в городе как-то распределяют эти места определенным образом. Конечно же они учитывают твое пожелание, куда ты хочешь. Ну и все, и потом где-то примерно ближе к маю становится известно, получил место или не получили. Ну как бы вот, ну куда хотели, туда попасть. То есть как бы проблем с этим не возникало. Плюс, если, например, брат или сестра уже ходит в этот, старший в этот садик, то тогда, скорее всего, дадут место именно в этом садике. Потому что, если старший ребенок хорошо себя ведет в садике, то тогда возьмут вашего младшего. Вот, а чтобы сократить маме поездки между садиками, ну вот, мы в принципе, как обычный личный контакт. Приходишь, разговариваешь, говоришь, что я вот сюда очень-очень сильно хочу. Будет стоить садик, решает садик непосредственно. Но я посмотрела, я сравнила все садики примерно здесь в Клайденфорте. Они, стоимости есть все в интернете, то есть оно все абсолютно транспарентно, прозрачно, то есть никто не надует. Средняя стоимость примерно 180 евро, если целый день. Если на полдня и с обедом... Целый день это до скольки? Это до, по-моему, пяти. До пяти? До пяти. Если с... Семи, с восьми? Семи-тридцати. Семи-тридцати. Семи-тридцати, но у ребенок должен быть до девяти в садике. Потом у них начинается образовательная программа, как бы. Первый забор детей происходит у группы, которая на полдня. Это примерно в двенадцать до обеда. Вот эта форма стоит, по-моему, в среднем около ста евро. Ста, сто двадцать евро. Если ребенок еще плюс кушает, то есть я его забираю тогда в час, примерно. Но он уже поел, то есть после обеда я его забираю. Будет стоить примерно где-то сто пятьдесят, сто шестьдесят евро. Если он остается на целый день до пяти, то плюс там еще плюс, ну, не знаю, плюс пятьдесят евро, наверное. То есть получается двести? Ну, получается примерно сто восемьдесят, сто девяносто, двести евро. Вот так, вот такая вилка примерно. В каждой федеральной земле, опять же таки, свои правила. Единственное, что вот я знаю, что в Вене садики бесплатные. Все? Все. То есть эти двехсот евро даже люди не платят? Нет. И даже еще больше. Вот на эти двести евро я имею анштрукт. То есть, если даже я пошла в частный садик, и мой частный садик стоит триста пятьдесят, то я плачу только разницу. Вот эти двести евро, двести пятьдесят, я не знаю, сколько стоит садик в Вене. То есть у них там есть какая-то определенная стоимость вот этого государственного садика. Они даже ее из стоимости частного садика вычитают, и доплачиваешь только разницу. Вот у меня старшие в садике там, и мы платили буквально только вот эту вот разницу. Ну, наверное, это связано с тем, что очень много народа, и у них для всех хватает, может быть, государственных садиков, чтобы люди хоть как-то отдавали, не знаю, в частный. Ну, мне кажется, это скорее связано с тем, что это поддержка женщин, чтобы они как можно скорее вернулись на работу, чтобы их освободить. И, в принципе, в Вене, надо сказать, делается для семьи все. То есть лучшего места, чтобы рожать ребенка, чем в Вене просто не найти. То есть, естественно... Тут у нас похоже? Ну, здесь садик и не оплачивается. Да, понятно. Тут еще пойди найди место на целый день. То есть, вот у меня, например, мой младший ребенок ходил только на полдня в садик. И на целый день, если ты ребенка отдаешь, обязательно необходимо приносить документы с работы, что ты работаешь, и подтверждать, что тебе во второй половине дня, правда, необходим садик. Вот. А в Вене, конечно же, там делается все для того, чтобы женщина как можно скорее вернулась на работу. То есть, вот это вот абсолютно как бы равноправие очень сильно поддерживается на муниципальном уровне. И делается все, чтобы женщина была каким-то образом освобождена или, грубо говоря, помочь ей смочь снова активно принимать участие в общественной жизни. Давай поговорим немножко об отличиях в садах Австрии от России. Тут, наверное, скорее найти параллели сложно. То есть, вообще все по-другому? Совсем все по-другому. Здесь нету групп. Ну, вот как у нас в садике группы возрастные. А тут все дети вместе. То есть, если, ну, например, как у нас в садике было, вот здесь, куда у меня младший ребенок ходил, две группы, одна наполнила другая на целый день. И в этой группе все дети от трех до шести, они все вместе. На самом деле, идея замечательная, потому что младшие учатся, смотря на взрослых детей, как-то тянутся к ним. Ну, например, мой там, вот у них, если пять детей, шестилеток, они называются как бы те, которые пойдут в следующий год в школу. С ними иногда отдельно занимаются, делают какие-то там рабочие материалы, там, буквы там учат и так далее. Мой уже там с четырех, по-моему, начал с ними там подсаживаться. И это как бы не возбраняется. То есть, хочешь, ну, сиди, занимайся, то есть, если ты можешь. И таким образом, то есть, детей, конечно же, подтягивают. Вот. То есть, ну, все перемешивают. Нету, наверное, такого очень, как у нас, структурированного дня. Ну, они приходят, конечно же, у них там есть определенное время, когда у них там свободная игра, что хотят, то и делают они в своей группе. Потом у них там официально время собирать игрушки. Две воспитательницы, они у нас постоянно играли какие-то песенки на гитаре. Пока дети собирали игрушки. Была специально «Офром лид», когда она поет, типа «Офром лид», «Офром лид» – это песня для уборки. Да, то есть, у нас была определенная песня, когда она брала гитару и начинала петь эту песню, все дети знали, что сейчас надо собирать игрушки. Ну, кстати, вот на заметку мамочек, у тех мамочек, у которых проблема с детьми, которые не хотят убирать игрушки, можно ввести дома какую-нибудь специальную песню для уборки игрушек. Ну, да, там как бы, там поется «Офром лид», «Офром лид», «Офром лид». А убирайтесь, 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 все, убирайтесь быстро все, игрушки все по местам. Ну, примерно так. Все, это все убиралось. Потом есть такое понятие, как «Сэсли Крайс». Крайс – это круг, «Сэсли» – это кресло. То есть, они берут стульчики и все садятся в круг, и вот они, значит, в этом кругу все вместе обсуждают, что они сегодня будут делать, подготовятся к каким-то праздникам, учат новые песенки, стишки, поздравляют с днем рождения, разговаривают о чем-то лучшее. Вся вот эта вот общественная коммуникация, она в группе, она происходит в форме вот этого «Сэсли Крайс». Когда все вместе сидят в форме в кругу. Как в зоне два. На лобном месте. Да, ясно. Да, примерно. Вот. И обсуждают все, что накипело. Потом, по-моему, они идут гулять, если хорошая погода. Хотя, в принципе, такая тенденция, что гулять входит хорошая погода, плохая погода, самое главное, чтобы одежда была подходящая. Ну, слушайте, ну, тут так мамочки одевают легко своих детей, я иногда иду вся замерзшая, шапки в шарфе, и дети бегут, не знаю, там, с какими-то рукавами, три четверти закатанными, без шапок, без шарфов, одеты в одну толстовку. Я думаю, вот какие мамы интересные тут, и дети какие-то незамерзающие. Ну, они, видимо, уже закаленные детства с мамой. Вот. В общем, они ходят гулять при любой погоде. Потом возвращаются, потом у них есть, опять же, какие-то там временно свободные игры, потом обед, ну и все. Потом то, что в полдня заканчивается. Если ребенок на целый день, то они обедают чуть пораньше, они идут потом спать. То есть у них тоже есть сон час, но это, скорее, время для того, чтобы просто отдохнуть. То есть никто спать детей не заставляет? Нет, не заставляет. То есть они ставят вот эти вот маленькие кроватки в нашем спортзале. Это именно кроватки или это маты? Ну, это... Инночка мне говорила, что это какие-то маты. Ну, это, скорее, что-то среднее между раскладушкой и кроваткой вот такой мобильной, которые, они стоят вот такой стопкой, их потом расставляют. Заметьте, в спортзале. То есть как бы именно одно помещение и для спорта, и для сна. Он же актовый зал, он же спортзал, он же спальня. Все одно. Вот. И... Ну, если потом фотографии покажу, можешь. Ну, да, кстати, могу вставить. Можешь вставить, я тебе поскидываю фотографии всяких раз. Супер. Вот. И там потом детки спят примерно где-то час. Ну, то, что спят. Там есть жалюзи, то есть она, конечно же, будет делать темно. И включают какую-нибудь аудиокнижку или какую-нибудь музыку спокойную с детскими песенками. Кто-то там сидит, и, знаешь, воспитатель. Ну, и детки там лежат, отдыхают. Потом все опять собираются. И идут у них там во второй половине дня какая-то там своя программа. То есть, ну, вот, не замысловато абсолютно. Говорят, они спят без постельного белья или декоративных подушков. И, кстати, не переодеваются в пижамки, а просто спят в своей одежде. Пижамки не переодеваются, они раздеваются. То есть, ну, остаются там в футболке, например. А, ну, то есть, как бы, это, ну, так немножко раздеваются. Ну, штаны, конечно, снимают. Если они в этих штанах ходили, только что гулять, понятно, что же их снимают. Там кофты снимают, там, в майке или в футболке. Ну, я таких подробностей, честно говоря, не знаю. То есть, как, в какой форме. У меня просто откуда информация. Наша Ирочка, вы ее видели. Она первый раз пришла в детский сад и такая переоделась в ночную рубашку. Собирается спать. Ну, и все на нее посмотрели, как на девочку, которая у нее с луны свалилась. И после чего мы выяснили, что там так не принято. Никто не переодевается в какую-то ночную одежду, как в наших детских садах. Хотя, я не помню, что было в наших детских садах. А что, мы с собой брали пижамы в садике? Я не помню. Я помню, что меня заставляли спать, а я скакивала и там... Сидела. Ой, сон час был вообще просто самая большая пытка. Да, да, да. Это было, было, было. Да, это я помню. Да, прыгали по кроватям. Нет, ну как бы тут в принципе речь идет о том, чтобы ребенок отдохнул просто после прогулки, после еды. Он там так скачет, что они... Да, что они выматываются и засыпают. Вместе засыпают. Почему мы там в садике скакали? Сильно много. У нее хотя бы гулять-то ходили. Гулять ходили, но я не знаю. Все, было как-то холодно в Москве. Я помню, зима. Я помню, зима была. Ну вот в принципе, мне кажется, вот это основное как бы различие, то, что ты можешь выбирать полдня или целый день, и то, что нет разделения на группы. То, что они все вместе и учатся друг у дружки. Ну, это здорово, наверное. А с другой стороны, старшие дети могут научить плохому младших или тамбинаться. Ну, там, как бы. Иногда это и есть агрессия против маленьких. Мне кажется, когда ты сам был маленький в группе, и когда с тобой были большие, и они с тобой нормально обращались, ты учишься вот этому быть вместе. Да? Ну, мне вот так кажется. У нас, я не могу... Я вчера была на детской площадке, и мы запустили одну девочку, ну, ей годик всего лишь, там были детки повзрослее. Ну, ты знаешь, маленькая, она вообще еще ничего не понимала, а большие, ну, не сильно, ну, там, например, мальчик один против нее как-то поехал с горки. То есть он еще не думает о том, что он как-то должен быть, be careful. Ну, это как бы, мне кажется, это надо просто-напросто объяснять и разговаривать. Ну, в садике там же, неправда, не с одного года, там с трех, поэтому, возможно, там уже как-то... Ну, там уже, наверное, как-то немножко более по-другому все это дело. Ну, я просто не могу говорить за себя детей, да, я могу, например, говорить, как у нас в группе было. Плюсы то, что учатся быть вместе, и учатся... Они, когда большие, вот когда уже последний год перед школой, когда им 5-6 лет, им воспитатели очень многое доверяют, говорят, ну, вот пойди вот с этим поиграй, она еще пока не может, помоги, ты же большой. То есть дается какое-то, как сказать... Инициатива. Да, то есть дается ощущение, что... Ответственность. Ответственность. Дается вот именно это ощущение, что я большой, я могу, я уже вот, я могу помочь. Единственный недостаток, что может быть иногда скучно. То есть если мало как раз таки вот детей твоего возраста, когда ты в школу собираешься, а все остальные младшие, может, знаю, что некоторым бывает скучно. Ну, опять же таки, мне кажется, если хороший воспитатель, то она сможет сгладить и занять с ребенка по этому. Угу, непонятно, все зависит. Все зависит от воспитателя. У нас уже разряжается камера. Надеюсь, мы успеем осветить последний вопрос. Какие условия для вступления в детский сад, какие документы нужны? Не знаю, что надо подготовить. То есть ничего особенного, кроме как средства рождения и прописку. Угу. Мутер-пасс не нужен? По-моему, не нужен. Угу. По поводу мутер-кентер-пасс вопросик. По-моему, правда не нужен, потому что мы вот никаких исследований не приведели к садику. Понятно. Леночка, я тебе большое спасибо хочу сказать, что ты вообще согласилась на все это интервью по поводу наших детей, вот, и детей наших зрителей. И просветила нас всех о том, какая тут система. И надеюсь, для кого-то это видео действительно станет полезным, каким-то вот картой, подействием, что нужно делать в Австрии, куда идти, бежать, и как искать помощь, сколько это будет стоить, и так далее. Если будут какие-то у зрителей вопросы, пишите в комментариях. Мы с Ольгой будем онлайн, и, конечно же, будем отвечать по мере нашей возможности. Мы постараемся на все вопросы ответить, потому что, мне кажется, в одном видео все не объять. Не объять, да, тем более, что видео и так получилось очень насыщенно, продолжительно. Вот. Подписывайтесь на Ленин канал, у нее есть канал радио, я оставлю ссылочку и в описании, и в конце, в конце видеоролика. Вот. И мы с вами прощаемся, всего вам доброго, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал тоже, делитесь этим видео с друзьями, кому нужна эта информация, и будьте в хорошем настроении. Всего вам доброго. Пока-пока. 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 Пока-пока.